Привет, дорогие друзья! У Наташи Влаченко был эфир, ну она, вернее, вела эфир и в нем присутствовал, помимо там уважаемых и не очень людей, присутствовал Алексей Гончаренко, всем вам хорошо известный, с европейской солидарности. Алексей Гончаренко начал говорить о том, что поддерживает их политсила. То есть есть шаги, которые они не поддерживают, а есть шаги, которые они поддерживают. Но в том числе оппозиция имеет право вносить законопроекты. Нет, законопроект о ликвидации государственного финансирования партии. Они видят, что надо отдавать 550 миллионов гривен на то, чтобы финансировать партии, начиная от партии Шария. Начиная от партии Шария? Ну да, партия Шария аж больше всего денег получает. Это правда. Как я просто, людина сидит где-то за кордоном, антиукраинская, а мы будем отдавать и своих податков, и гроши. Хай бере. Я не понимаю таких... Шария сидит где-то за границей, антиукраинская, вот я не знаю, антиукраинская относится к людыне и к оседы, то есть ко мне, или к партии. То есть, возможно, партия вся антиукраинская. И вот на этом самом моменте я вспомнил выступление Порошенко, когда он сидел с серым лицом. Некоторые другие пользователи, которые не столь, знаете, корректно начали называть, с говняным лицом начали говорить, с говняным лицом. Но я предпочитаю с серым, не будем говорить говняное лицо. С серым лицом сидел и рассказывал о том, что бездоказательное обвинение это... Я бы хотел, чтобы такие голосливные, бездоказовые, звинувачения, которые последним часом часто спевались через позиции фейковых новин российских телеканалов, бездоказово не повторивались в этом зале. Самое интересное, что Порошенко имеет в виду голословные обвинения в разворовывании, к примеру, военного бюджета. Хотя, доказательств тому, масса, впрочем, они еще не подтверждены судом. При этом, вы видите, как он остро выступает. Но его сателлиты приходят и ни секунды не раздумывая, говорят о том, что партия шария антиукраинская. Макс Бужанский. Уважаемый Алексей Гончаренко, не далее, как вчера. Бывший президент, экс-президент Украины Петр Алексеевич Порошенко, выступая в парламенте, те не забывали, что только суд у нас решает, кто преступник, кто нет. Кто антиукраинский, а кто нет. Потребовал не развешивать ярлыки. Кстати, у них запись ненормальная, дернулась. А он там упомянул про серое лицо. С серым лицом сидел и просил, что, пожалуйста, не надо. Вот так вот это было. Я хочу чисто наголосить, что у нас все правоохранительные органы мают все подставы для проведения неупередженного расследования. По конституции Украины, людина не может быть извиненна иначе, как за решением суду. Правильно, правильно. Если бы правоохранительные органы нашли хоть вот такую вот, вот такую вот антиукраинскую деятельность в партии Шария, то это было бы везде. Во всех этих вонючих помойках, начиная с самой помойной, там, обозреватель, потом цензор вот этого вот говна и заканчивая там украинской правдой. Везде это было бы. Клоуны. Потребовал никого не клеймить и так далее. Поэтому мне непонятно, каким образом, на основании чего вы сделали вывод о том, что партия Анатолия Шария, где бы он не жил, понятия не имею, где он, является антиукраинской. Вот именно. И при чем тут вообще, где он живет? А что, есть какая-то разница, где он живет? Впрочем, Порошенко хорошо знает, где живет Шарий. Самое забавное, что вот даже по этому эпизоду мы в суд не подали. Мы подали по одному эпизоду, где он сказал, что я не являюсь украинским журналистом. И ни далее, чем вчера, ни это быдло, ни его представители не пришли в суд. Это тот самый, который рассказывал о судах в Британии, что, мол, типа, уважение к судам и все такое суд будет рассматривать. Без них это дело перенесено теперь на ноябрь. Рассмотрение уже по сути. Они просто даже в суд не приходят. Рассказывают, любят. В Британии не приди в суд. Финансует. Гроши, вкраденные в Украину, гроши с Кремля. От таких негидников. Они бегают за нами. За чего они бегают? Чтобы расколотить нас. И вот я прошу с самого начала, чтобы мы прибрали эту ганебную традицию. Чтобы мы прибрали эту ганебную позицию. Посмотри на него. Слезу что не пустил. Сидит чуть не плачет. Чучело. А Леша Гончаренко говорит, это мое, говорит, у меня, это мое личное мнение. Кто-то из вас. Одну секунду. Одну секунду. Вы имеете право просто. Я ее высказал. Я напоминаю, что. Мне приятно, что вы так следите. Петра Алексеевича Порошенко. Я еще за действием ее слежу. Пожалуйста, не воруйте время у меня. Одну секунду. На свою точку зрения. И имеет ли Леша право на свою точку зрения? Без сомнения. Ну так и я выскажу свою точку зрения. Смотрите. Во-первых, с этим финансированием. Да, мы уже спрашивали у Разумкова сегодня касательно этого финансирования. Он сказал, что он должен еще пройти комитет и этот весь законопроект и так далее. Видите, сейчас эти законопроекты будут проходить комитеты. После этого уже будем рассматривать и принимать решение. В законопроект, который инициировал Володимир Зеленский, было написано, что партии будут финансироваться, которые набрали больше, чем 5%. То есть меньше, чем 5% не будут финансироваться. Почему тогда финансирование не занимается с партии, которые набрали больше? Видите, пока что это не стало законом. Это даже не вынесено в зал законной рации. Воно еще не пришло в комитет. Потому что это пропозиция президента. Я думаю, что на самом деле, правда, выпустят все аспекты, которые будут пройти. В любом случае, закон обратной силы не имеет. Если кто-то в новой власти решит вдруг, что закон может иметь обратную силу, то это будет, конечно, разбито не только в Конституционном суде, но и вообще будет разбито. Это честно. И будет выглядеть это совсем не то, что некрасиво, а полным абсурдом. Поэтому на вот эти 5 лет финансирования, скорее всего, остается. А дальше уже пусть принимают законы, какие угодно. Суть не в этом. Суть в том, что для Алексея Гончаренко, вот он всерьез считает, что такие именно законопроекты должны заходить в Верховную Раду, и они их поддерживают. Я считаю иначе. И это напрямую связано с Алексеем Гончаренко. Мы можем относиться как угодно к этому человеку, но мы должны признать, что он не глупый человек, иногда в его речах есть здравый смысл, и мы должны признать то, что он имеет право жить так, как ему хочется. При этом Алексей Гончаренко, по нашей информации, уже много лет, ну я не знаю там со скольки, но много десятилетий уже, скрывает свою гомосексуальность. Нормально ли то, что в 21 веке взрослый человек, который может сам определять, кто ему нравится или не нравится, какие у него предпочтения, вынужден это скрывать. Он не может публично об этом заявить. Он не может заявить об этом даже как-то, ну вот так как скриппинг, к примеру, показывая внешним видом. Он это держит в себе. И почему Алексей Гончаренко считает, что законопроекты, которые могут улучшить жизнь людей, в частности геев, не нужны Украине в первую очередь? Опять-таки повторяюсь, у нас у всех разное мнение. Верующие мы есть и неверующие. Я отношусь там своеобразно к этому. Но при этом я признаю право таких, как Алексей Гончаренко, жить с теми людьми, с мужчинами, которыми он хочет жить. И не скрывать, не обязательно выпячивать, не обязательно это пропагандировать. Я не призываю к тому, чтобы Гончаренко вышел на трибуны Верховной Рады и совершил камин-аут и сказал, вот я гей. То есть рассказал то, что и так практически всем известно. Но я склоняюсь все-таки к тому, что законопроекты должны улучшать жизнь людей, а не просто там вот в отместку, вот этим вот в отместку, поэтому я это поддерживаю. И почему Гончаренко, являясь геем, не настаивает на том, чтобы был принят именно этот законопроект, одним из первых. Для меня это загадка, впрочем, разгадка лежит на виду. Он с этим живет и считает, что и пусть остальные с этим живут, и не пытается улучшить жизнь людей. Если уже это коснулось лично тебя, если ты сам с этим живешь и вынужден мучиться с этим, постоянно загоняя это внутрь, прикрываясь там женой, там еще что-то, да, если ты вынужден это загонять внутрь всю жизнь, то, наверное, что ты это прочувствовал, так почему же ты не пойдешь и не будешь требовать введения этого законопроекта, чтобы не потерять политические какие-то дивиденды, а может, все-таки жизнь людей, которые мучаются, важнее. Я не знаю, как правильнее, но я считаю, что Алексей Гончаренко немножко не тем занят. Опять-таки, я хочу сразу же вас остудить, успокоить, да. Мы не говорим за то, что это там нормально, мы не пропагандируем это, мы просто говорим, что эти люди имеют право, вот такие, как Леша Гончаренко, имеют право жить точно так же, как и мы, имеют право, ну, быть непреследуемыми за то, какими они родились или стали там в процессе каких-то, может быть, детских травм и так далее. Все, это было мое мнение. Поддерживайте вы его или не поддерживайте, пишите в комментариях, конечно же. Я за свободу, которая не нарушает свободу других людей. Ребят, чуть не забыл, перед тем, как попрощаться, Власть Влащенко, это канал, и там вышла уже первая часть интервью со мной, Наташа Влащенко, часовое, потом будет вторая. Мне не нравится интервью с собой, вообще никакие, но люди говорят, что достаточно интересно, поэтому сходите, посмотрите, поделитесь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова